Добрый день, уважаемые коллеги! Сегодня проводим очередное заседание открытой трибуны и начинаем цикл дискуссий по самым актуальным вопросам развития государства и общества. Отмечу, что ранее я дал поручение всем профильным комитетам Государственной Думы начать экспертные дискуссии о будущем курируемых отраслей и по итогам дать свои предложения, цель, чтобы по мере выхода российской экономики из кризиса российское законодательство было готово поддержать будущий экономический рост. Напомню также, что сам формат открытой трибуны появился 4,5 года назад как раз для поиска общих вариантов решения острых проблем государства и общества. И создали его именно депутаты Государственной Думы, чтобы в прямом и подчас непростом диалоге находить и дорабатывать созидательную для государства и поддержанную нашими гражданами линию развития. Уже тогда в ходе заседаний открытой трибуны шли горячие споры, не только экспертные обсуждения, но и горячие идеологические споры, а Дума, как ей и положено, стала возвращать себе статус главного места для дискуссии. Хочу ещё раз повторить и подчеркнуть, что все эти годы парламент остаётся самым открытым для общества органам государственной власти. Одних лишь заседаний открытой трибуны было проведено несколько десятков, причём мы обращались и к экономической тематике, включая тему внешнего санкционного давления на российскую экономику. Хотел бы сегодня услышать ваше мнение, вашу точку зрения относительно новых тенденций, проявившихся сейчас и в нашей, и в мировой экономике. Неужели нынешний очень острый, очень жёсткий кризис способен разрушить сами основы и свободного рынка, и честной конкуренции, ведь на наших глазах буквально продавливаются интеграционные проекты, новые интеграционные проекты, способные оставить за бортом и Международный валютный фонд, и Всемирную торговую организацию, и иные привычные формы и форматы экономического взаимодействия. А в Европе ширится и общественный протест против закулисных переговоров по продвижению так называемого трансатлантического торгово-инвестиционного партнёрства. Кстати, невольно напрашивается сравнение из прошлых веков, когда в публичном поле впервые появились такие серьёзные критики сложившихся в порядке, включая и теоретиков, и практиков борьбы с капитализмом. Ну а вслед прошла целая волна революции в Европе. У нас есть много поводов для дискуссии, тем более, что макро- и политэкономические вопросы в таком составе мы ещё не обсуждали. И завершая, скажу, что сегодняшняя дискуссия не последняя. Совсем скоро Государственная Дума проведёт самые широкие парламентские слушания по вопросам бюджетной, налоговой и денежно-кредитной политики. Продолжение следует...